Эта женщина осталась в истории как, с одной стороны, самая наивная и глупая во время судебного разбирательства, с другой – демон, который даже перед смертью никак не раскаялся в собственных преступлениях, распевая нацистские песни в камере смертников. Элизабет Фолкинрат в девичестве Мюлан родилась в 1919 году и, вступив во взрослую жизнь, особенно ничем не блистала. Свой трудовой путь Фолкинрат начала чернорабочей, затем трудилась в парикмахерской. С началом Второй мировой Элизабет Фолкинрат была призвана на трудовые работы. Наверное, денежное содержание и отсутствие карьерного роста заставили молодую девушку в корне пересмотреть свои взгляды на жизнь. Итогом этого пересмотра стало глобальное изменение жизни. Элизабет Фолкинрат в 1941 году вступила в ряды СС в рамках набора в ряды надзирательниц концентрационных лагерей. Потенциальных кандидаток власти заманивали довольно неплохим окладом 105 рейхсмарок, а также дополнительными бонусами за переработку, которые достигали 35 рейхсмарок в месяц. Также прошедшим отбор полагалось, правда, частично выделение нижнего белья, и, наконец, главным условием было «при соответствующей склонности и деятельности имеется возможность получить должность начальницы лагеря в одном из внешних лагерей концлагеря». Соответствующей склонностью, как оказалось позднее, Элизабет Фолкинрат обладала в полной мере. После успешно пройденного отбора амплуа простой работницы было сменено на должность надзирательницы концентрационного лагеря. Первоначально Элизабет Фолкинрат была отправлена в октябре 1941 года в Равенсбрюк, где набиралось опыта под руководством уже маститых учителей, обогревших собственные руки кровью ни одной сотни заключенных. Рвение новой сотрудницы начальством было отмечено, и в марте 1942 года Элизабет Фолкинрат получила назначение в один из самых страшных лагерей – Освенцем Биркенау. Этот перевод был для девушки судьбоносным, там она познакомилась с будущим супругом, роттенфюрером СС Хайнцем Фолкинратом. Возлюбленный начинал службу с должности простого наблюдателя за порядком в бараке, блокфюрера, дослужившись к тому моменту до начальника отряда. Элизабет Фолкинрат была для заключенных сущим демоном. Уже к началу 1944 года, получив должность старшей надзирательницы, Элизабет Фолкинрат стала настоящим кошмаром. Любимыми развлечениями надзирательницы были беспричинные избиения за любой непонравившийся вздох. Не так посмотрела заключенная, не так склонила голову, просто медленно шла или наоборот слишком быстро. По сути, любая встретившаяся узница лагеря могла стать объектом для избиений и издевательств. Элизабет Фолкинрат, кроме того, обожала лично отбирать тех несчастных, которым была уготована судьба закончить свои дни в газовой камере. Так Хезера Моррис писала об эшелонах заключенных, например, из Венгрии, которые практически в полном составе после сортировки сразу же направлялись на уничтожение. Элизабет Фолкинрат внесла собственные усовершенствования в процесс отправки узников на смерть. Обожавшая классическую музыку, бывшая чернорабочая, возможно, упивалась тем, как под звуки прекрасных мелодий приговоренные входили внутрь газовых камер. Об этом после войны вспоминали многие из бывших узников лагеря. Старшая надзирательница всегда ассоциировалась со звуками бессмертной классики. Резиновая дубинка, с которой Фолкинрат не расставалась никогда, была главным инструментом в руках надзирательницы в качестве средства наказания провинившихся и просто способа выпустить пар безо всякой причины. Также за Элизабет Фолкинрат была замечена пусть и не уникальная, но жуткая особенность. Она просто обожала наблюдать предсмертные муки, причем неважно, лично сама она забивала до смерти жертву или это делал кто-то другой. Такое рвение не могло быть неоценено начальством, которое в 1944 году в ноябре поставила Элизабет Фолкинрат на должность старшей надзирательницы надо всеми женскими бараками концентрационного лагеря. После того, как Освенцем Беркинау был закрыт, Фолкинрат была переведена на аналогичную должность в Берген-Бельзин. О ее деятельности в том лагере сведений достаточно немного, однако из того, что известно, можно сделать вывод, что Фолкинрат своим привычкам не изменила. Даже приближение Красной Армии и войск союзников не смогло Фолкинрат заставить отказаться от наслаждения властью над жизнями беззащитных и измученных людей. Но всему приходит конец. Элизабет Фолкинрат в апреле 1945 года была арестована британскими войсками, находилась в заключении до тех пор, пока шло следствие в рамках так называемого Бельзинского процесса. Удивительно, но во время уже судебных заседаний Элизабет Фолкинрат даже судью ставила в тупик своей удивительной глупостью. Например, в качестве свидетеля выступала бывшая узница концентрационного лагеря Освенцем Бингернау Вера Фишер, которая показала следующее. В Освенцеме в июле 1942 года Фолкинрат была блок Фюререн, старшая по блоку, в лазарете. Однажды у меня были сильные боли. Я не могла стоять прямо. Она так сильно избила меня, что я пробыла в лазарете три недели. Допрашивавший бывшую надзирательницу майор Манро, естественно, уточнил у обвиняемой в этот момент. Миссис Вера Фишер утверждает, что вы избили ее так сильно, что она пробыла в лазарете три недели. Фолкинрат ответила, что сказанное просто неправда. Более того, во время процесса надзирательница категорически отрицала факты пыток и издевательств над заключенными, уверяя, что в лагере просто были строгие условия, не более того. А озвученные факты жестоких избиений самой Фолкинрат заключенных она называла «пощечины». Пытаясь вывернуться, Фолкинрат продемонстрировала полное незнание того, что некоторых заключенных отбирала для казни в газовых камерах. В конце концов, даже обвинитель на процессе «Бэкхаус» не выдержал, бросив реплику. Вы всерьез просите суд в это поверить? Самая недалекая надзирательница Бельзинского процесса, несмотря на все свои ухищрения и попытки избежать наказания, все-таки получила заслуженный приговор – смертная казнь через повешение. Поняв, что все, в последнюю ночь перед казнью, вместе со своей подругой и соратницей Ирмой Грёзы, Фолкинрат распевала нацистские гимны и патриотические песни. Точку в кровавом пути одной из самых страшных фурий Гитлера поставил Альберт Пинпойт, набросивший 13 декабря 1945 года на шее Фолкинрат давно заслуженную петлю. Субтитры создавал DimaTorzok